Реакция трансплантат против лейкоза На верхних кривых вы видите результаты лечения острого милобластного лейкоза и острого лимфобластного лейкоза по самым последним современным протоколам после первого рецидива. Видно, что пациент после первого рецидива, что с острым милобластным лейкозом, практически не имеет никакого шанса на излечение долгосрочного с применением химиотерапии. Для милобластного недавно была опубликована очень красивая работа британской группы по изучению острых милобластных лейкозов. Они делали NGS на более чем тысячи пациентов и показали, что все генетические варианты в плане риска при невыполнении аллогенной трансплантации текут хуже и выживаемость этих больных хуже. За исключением только транслокации 16-16. Все остальные должны быть трансплантированы в первой ремиссии. Если мы видим третье заболевание, для которого трансплантация также наиболее важна, это милодиспластический синдром. Если вы видите результаты регистрационного исследования 5-азоцитидина. И, собственно, то, что мы видим, что у пациентов с хорошим риском действительно он имеет определенный эффект. У пациентов с IPSS 2 и 3 практически выживаемость 20-30% через 3 года. И, собственно, даже производители 5-азоцитидина говорят о том, что это палеоативная терапия для этой группы пациентов. Что, собственно, мы и видим. Когда Дональд Томас начинал аллогенную трансплантацию в 70-х годах в Сиэтле, он представлял, что аллогенная трансплантация – это способ спасти пациента, восстановить его гемопояс после летального дозы облучения. Но на самом деле оказалось все не так. И основной эффект трансплантации привязывается как раз нелетальным дозам облучения. И Мэри Хорвитц и Роберт Гейл в 90-м году опубликовали классическую работу, на которую сейчас все ссылаются, что как сингенная, так и клеточно-деплитированная трансплантация ассоциирована с более высоким риском рецидивов. В то же время как острая, так и хроническая реакция трансплантат против хожаяна снижает риск рецидива. И таким образом эта работа показала реакцию трансплантат против ликоза. В настоящий момент существует представление, что даже средняя интенсивность режима кондиционирования, который здесь обозначен как РИК-АЛА, они обладают сходным противоопухолемым эффектом. Именно потому что основное в преологенной трансплантации это реакция трансплантата против ликоза, а не эффект высокодозной химиотерапии. Не очень хорошо видно, поэтому я пытаюсь озвучить. Зачастую реакция трансплантата против ликоза очень честно связана с реакцией трансплантата против хожаяна, которая является негативным событием, потому что они разделяют общие антигены. Это различные минорные ашеля, которых до 100 есть в организме человека. Но есть некоторые антигены, такие как опухолевые антигены, например, VT1, BCR-ABL, которые являются специфичными для опухоли, и для них необязательно сочетание этих двух состояний. Таким вот образом выглядит ситуация развития реакции трансплантата против ликоза. Классическая профилактика включает иммуносупрессию, которая длится от 100 до 180 дней у пациента. И вот в этот период реакция трансплантата против опухоли достаточно слаба, потому что мы подавляем реакцию трансплантата против хозяина, но в то же время подавляем реакцию трансплантата против опухоли. Поэтому максимальный эффект развивается где-то к году-двум после трансплантации. И весь этот период сохраняется высокий риск рецидива. Если у нас развивается реакция трансплантата против хозяина, то, соответственно, у нас отмечается снижение риска рецидива. И на наших данных я покажу, как это выглядит. В настоящий момент к концу 2015 года в нашей клинике было выполнено почти 1500 аллогенных трансплантаций, в основном при острых лейкозах. И сейчас я продемонстрирую, как это выглядит на наших пациентах. Если у пациента имела место легкая степень острой реакции трансплантации против хозяина, то их выживаемость, это общая выживаемость, значительно лучше. В то же время, если ее не было, она практически сопоставима с таким тяжелым осложнением, как реакция трансплантации против хозяина 3-4 степени. В то же время хроническая реакция трансплантации против хозяина дает очень большой разрыв выживаемости, который составляет практически 40%. И вот внизу вы видите очень интересный график. Этот показатель выживаемость без рецидива реакции трансплантации против хозяина используется для пациентов, которые прошли трансплантацию без особых осложнений. и были вылечены. Но с другой стороны, его можно представить как эффект противоопухолевого режима кондиционирования. То есть у пациентов, у которых не было реакции трансплантата против хозяина, у них вероятность выживаемости без рецидива составляет 11%. То есть, видимо, 11% — это и есть противоопухолевый эффект режима кондиционирования, что достаточно немного. Для острого милообластного ликоза ситуация абсолютно точно такая же. И только обращу внимание на выживаемость без рецидива РТВХ — 16%. Тоже очень сопоставимые цифры. При хроническом мило-ликозе имела значение хроническая реакция трансплантата против хозяина, но не острая в связи с тем, что просто пациентов значительно меньше. У нас 46 пациентов включены в анализ с классической профилактикой. Но, тем не менее, выживаемость без рецидива РТВХ точно такая же, что было достаточно интересно в ходе этой работы. При мило-диспластическом синдроме, по крайней мере, по нашим данным, не складывается, что есть какая-то выраженная иммунная реакция в отношении этого заболевания. Хотя пациентов немного, и однозначно выводы пока делать рано. Все наши данные подтверждаются результатом исследований в рамках Европейской ассоциации трансплантологов, где они исследовали больше 20 тысяч пациентов. И они показали, что как острая, так и хроническая реакция трансплантата против хозяина имеет место быть при практически всех гематологических заболеваниях, кроме, может быть, плазмоклеточных дискразий. И это создает основу как раз для выполнения аллогенной трансплантации при этих заболеваниях. Другой метод индуцирования реакции трансплантата против холикоза впервые был показан Хансом Яхимом Кольбом в виде введения донорских лимфоцитов. И вот в классической работе он показал, что это оказалось эффективнее, чем применение эмотиниба при эцидивах хронического миелоликоза после трансплантации. И они получили достоверную лучшую выживаемость, где они использовали лимфоциты, а не эмотиниб. И тем не менее у него оказалось, что эффективность при хроническом миелоликозе очень высокая, при острых миелобластных и мифобластных ликозах достаточно низкая. Россия по недавнему анализу 2013 года вышла на первое место практически по инфузиям донорских лимфоцитов в Европе. Части за счет нашей клиники. У нас выполнено около 300 инфузий донорских лимфоцитов за все время. Здесь показана статистика по годам. Практически все заболевания мы пробовали лечить этим методом. К сожалению, большинство пациентов были в активной стадии заболевания. То есть это был рецидив после аллогенной трансплантации. И, соответственно, здесь показано, что 60% пациентов получили по поводу рецидива или прогрессии заболевания донорские лимфоциты. По поводу минимальной остаточной болезни 13%. В качестве профилактики только 10%. Здесь представлена наша схема введения, но я не буду останавливаться, чтобы сэкономить время. В большинстве случаев, в 75% случаев, мы сочетали с какой-то другой терапией донорский лимфоцит. Это была либо высокодозная терапия, либо гибиторотерозинкинас, либо гипометилирующие препараты, либо различные варианты иммунотерапии, интерликин-2 или интерферон. И на данном слайде вы видите результаты эффективности этого метода лечения. Слева направо увеличивается его эффективность. Наименее чувствительным оказался остальный фабластный бифенотипический лейкоз, наиболее чувствительный хронический лейкоз, где в качестве лечения минимальной остаточной болезни эффективность этого метода стояла 80%. Если мы берем лечение в прогрессии остального лимфобластного лейкоза в сочетании, например, с химиотерапией, данный метод не очень эффективен – 33%. Это минимум эффективности. Здесь вы видите кривые выживаемости этих пациентов, которые мы лечили донорскими лимфоцитами. Общая выживаемость – 26%. Естественно, что профилактические и превентивные ассоциированы с меньшей частотой рецидивов или прогрессией. Общая выживаемость при лечении рецидива уже активного составила всего 11%, потому что большинство – это были все-таки острые лейкозы. И профилактика, превентивное введение – 43%. Соответственно, в основном такая низкая выживаемость обусловлена не осложнениями лечения, а прогрессия основного заболевания. И отдельные результаты по нозологиям – это острый лимфообластный лейкоз. В общем, соответствует общей тенденции. Это хронический милолейкоз. Естественно, выживаемость 51%. Общее, что показывает иммуночувствительность этого типа опухоли. Из осложнений острая хроническая реакция транспланта против хозяина развивается в 20-25% случаев у этих пациентов, что достаточно немного. Единственное, я хотел остановиться на том, что те пациенты, которые живут, во многом имеют хроническую реакцию транспланта против хозяина. И, безусловно, это не всегда хорошо, потому что это может быть подобным тяжелым осложнением, которое значительно снижает качество жизни. То есть на кривой этот пациент живет. Реально, качество жизни его очень низкое. И, естественно, нам хотелось избавиться от подобной ситуации. Как мы можем разделить эти две проблемы, два момента иммунной реакции? Есть такой метод, который был разработан в Балтиморе, в США. Называется посттрансплантационный циклофосфан. В его основе введение на третий-четвертый день после трансплантации сокодозного циклофосфана. И особенности в том, что при некоторых видах трансплантации его можно проводить вообще без другой иммуносупрессии. Соответственно, раньше развивается реакция трансплантации против хозяина, мы ожидали, что мы получим снижение риска рецидива. Здесь показано схематически, что он убивает только аллореактивные активированные Т-лимфоциты, которые пролиферируют после попадания в организм человека. Противоопухолевые, противоинфекционные Т-лимфоциты оказываются практически нетронутыми. Поэтому мы провели в начале 2013 года проспективное исследование с рискодаптированной стратегией на основании этого метода лечения, где взяли два фактора ошеля совместимости и источник трансплантата. В зависимости от этого использовали либо один препарат, либо комбинацию с другими иммуносупрессорами. Здесь вы видите результаты сравнения с классической профилактикой реакции трансплантата против хозяина. У нас получилась очень низкая частота при родственных трансплантациях как острой, так и хронической реакции, хотя мы использовали вообще никакой иммуносупрессии, кроме циклофосфана. И очень низкая трансплантационная летальность 7%. Тем не менее, хотя первое время где-то на этом уровне мы и видели расхождение кривых, и вообще надеялись, что мы получим снижение частоты рецидивов, тем не менее, все равно те пациенты, которые должны были рецидивировать, они рецидивировали. Но, тем не менее, значимый положительный момент этой профилактики мы получили, что у нас выживание без рецидива РТПХ повысилось практически на 30%. То есть нам удалось разграничить реакцию трансплантата против рикоза и реакцию трансплантата против хозяина и получить адекватный противоопухолевый эффект без снижения качества жизни этих пациентов, что уже достижение. И при неродственных трансплантациях, мы выполнили около 90 трансплантаций с данной профилактикой, мы видим то же самое соотношение кривых, очень низкую острую хроническую реакцию трансплантата против хозяина, очень низкую трансплантационную летальность, тем не менее, частота рецидивов точно такая же. И опять же, мы улучшаем выживаемость за счет снижения числа осложнений, при этом не теряем противоопухолевый эффект. Тем не менее, и все это мы недавно опубликовали, это доступно, и вы можете ознакомиться с результатами. Эффект от самой профилактики мы проверили в многофакторном анализе, и он действительно влияет на все исходы трансплантации. Тем не менее, с применением данного метода мы не решили проблему рецидивов, так как мы хотели ее решить, поэтому есть принципиально несколько причин рецидивов, в данном случае острых ликозов, потому что это основное показание для логенной трансплантации. группа из Италии, они оценивали причины рецидивов, в 30% это оказалось при гоплоидентичных трансплантациях потеля ашеля антигенов, в 2-3% это либо какие-то другие причины, либо экспрессия ингибиторных молекул, так называемых агонистов, чекпоинт-рецепторов, о которых, может быть, вы уже слышали. Соответственно, каким образом можно предотвратить эти рецидивы, если зачастую это не совсем потеря ашеля, просто теряется эпитоп, трансмембранный участок ашеля сохраняется, но у него нет никакого эпитопа, соответственно, иммунные клетки не могут узнавать бластные. В этом случае существует подход к разработке генноинженерных Т-лимфоцитов и вакцин, которые таргетируют минорные антигены, которые в норме не вызывают сильный иммунный ответ. В случае экспрессии ингибиторных молекул возможно использовать ингибиторов чекпоинт после трансплантации, что достаточно является перспективным методом. И в случае других причин рецидива в виде накопления мутаций пока вопрос не решен, как с ними бороться. Может быть, покажу один слайд на эту тему. Соответственно, здесь представлено исследование, которое начал Национальное институт здоровья. Проблема использования чекпоинта ингибиторов после аллогенной трансплантации антигены исследуется в настоящий момент. Она ведется под руководством Фред Хатчинсон госпиталя. Около 10 центров включено в Америке. И я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы узнаем о результатах токсичности и переносимости этой терапии и насколько она может помогать бороться с рецидивами после трансплантации. Если мы говорим о генно-модифицированных т-лимфоцитах, сейчас несколько групп в первую очередь в Италии и в Великобритании и США занимаются такой схемой трансплантации, когда они делают т-деплетированную трансплантацию от донора, у них сохранится минимальная остаточная болезнь после трансплантации. Одновременно от донора они берут т-лимфоциты, которые трансплантации либо химерным антигенным рецептором, либо просто антигенно стимулируют и вводят уже после трансплантации такой подход ассоциирован с значительно меньшим числом осложнений, чем использование например кар-Т-клетка самим по себе. И вот те минорные антигены, которые используются в этом случае это CD19 при остром лифобластном ликозе, CD44 при остром милообластном или VT1 при остром милообластном ликозе. Насколько это широко применимо, мне кажется, покажет время. И одна работа по поводу универсальных возможностей стимулирования реакции трансплантации против ликоза недавно опубликована работа с посттрансплантационным бендамустином, которая показала, что он обладает схожей эффективностью профилактики реакции трансплантации против ликоза, но мыши, которые были иммунонекомпетентны, которым были введены ликозные клетки, они жили с использованием этой профилактики гораздо лучше, чем с посттрансплантационным циклофосфаном, и возможно, это тоже будет вариантом, который будет применим в будущем. И я бы хотел сказать спасибо тем людям, которые помогали мне материалами для этой лекции и всему коллективу нашего трансплантационного центра, которые обеспечили возможность показать все эти данные и все эти трансплантации. Спасибо. Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГРУСТМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ